Дай почитать. Валентину Григорьевичу Распутину, не боясь никаких аналогий с прощанием с матерой. Распутинская повесть необычайно поэтична и возведена в степень мифа. Усенчуна все более приземленно, но не менее трагично и ярко. Начинается книга с диалога Володи и Толи, видимо, Путина и Чубайса, о необходимости достроить Богучанскую ГЭС, строительство которой начали в середине 70-х, а 80-е объявили людям о необходимости уехать. Предприятия закрыли, колхозы распустили, люди переехали. Честно скажу, я сама выросла на море, хотя это никакое не море, а Кременчудское ГЭС. Были затоплены плодородные земли, исторические места, помнившие Давыдова, Фета. До сих пор вода в моем так называемом море цветет, зеленеет и жутко воняет, особенно лето. Я много раз слышала горькие истории о переселении. Может быть, поэтому зона затопления Романа Сенчина задела меня заживое, заставила пережить человеческие потери, отчаяние, горе, одиночество. Героям книги дают вместо исп городские квартиры, которые они называют могилки. Этот разрыв с традицией, трагедия русского народа, убежденность в том, что технический прогресс – это не всегда движение вперед, что есть только одна надежда не на правительство, не на бюрократическую машину государства, а на простых людей. Сплошной пессимизм и тоска. Читать непросто. Временами строчки расплываются из-за горьких слез. И все-таки это такая свежая, нужная, жесткая, жизнеутверждающая книга о русском национальном характере, о зависимости от государства и абсолютной свободе от него, о вечной российской крестьянской утопии, как ее формулирует шестилетний внук героя Игнатия Андреевича, Никитка. Я, когда президентом стану, сделаю, что все будут в отдельных домах жить, и чтобы у всех были свои коровки и свинки и куры, и женщины будут женскую работу делать, а мужчины – мужчинскую. Ну что же, дорогие слушатели, будем читать и учиться жить у героев «Зоны затопления» Романа Сенчина. До новых встреч! Дай почитать!